Хотите запустить рекламу в Директе? Хотите сделать это быстро и без ошибок? Нет времени и желания тратить деньги на курсы по обучению? Меня зовут Алена Полюхович, я уже более трех лет работаю в компании SeelQuick и точно знаю, как помочь новичку запустить его первую компанию в Яндекс.Директе. Почему вообще контекстная реклама так популярна? Об этом постоянно говорят различные исследования. И причина тому номер один – это то, что люди в поиске не всегда различают, где же реклама, а где же естественная выдача. Об этом говорят мировые исследования. Например, исследование компании e-consultancy провело такой эксперимент. В нем участвовало около 103 жителей Лондона в возрасте от 18 до 65 лет, у которых по умолчанию стоял поисковик Google. Да, раньше Google мухлевал, и раньше рекламная выдача ничем не отличалась от обычной. Но под давлением властей Google все-таки пришлось сделать пометку рекламы гораздо заметнее. В Директе же наоборот. В Яндексе пометка рекламы все так же осталась практически незаметной. Эксперты e-consultancy использовали iTracker для того, чтобы отслеживать поведение пользователей на сайте. И при помощи полученных данных они составили карту внимания, которая ничем практически не отличалась от аналогичной карты, созданной BunnyFood в 2012 году. Какие выводы можно сделать? 36% пользователей не понимают, что ссылки, по которым они перешли, являются рекламными. 27% пользователей вообще не поняли, что видели в поисковой выдаче рекламу. То есть определенная доля людей вообще не замечает рекламу в поиске. Реклама в поиске на сегодняшний день является единственным способом пробиться через рекламную глухоту. И у Яндекс.Директа с этим все отлично. Давайте рассмотрим, почему же. Итак, рассмотрим причины, почему Яндекс.Директ так хорош. Во-первых, это быстрое и эффективное привлечение трафика. Вы можете с первого дня существования вашего проекта уже получать своих заказчиков. Второе, это эффективный принцип оплаты. Вы платите только в том случае, когда пользователь перешел на ваш сайт. Третья причина, это гибкое таргетирование аудитории. Вы можете настроить показы своей рекламы, например, по починке телевизоров в Астраханской области, только на жителей этой области. Четвертая причина, это публикация на качественных сайтах. Яндекс более строго модерирует своих партнеров, в отличие от того же Гугла. Пятая причина, это возможность запускать рекламу очень быстро, максимум в течение часа. Вам не потребуется подписывать никаких договоров, согласовывать макеты, согласовывать объявления. Ну и последнее, это достаточно простое управление компаниями в Яндекс.Директе. Ну что ж, давайте перейдем от теории к практике. Как создать вообще свой первый аккаунт в Яндекс.Директе, смотрите далее. Итак, чтобы создать аккаунт, нам необходимо перейти на сайт непосредственно Яндекс.Директа. Мы видим такую кнопочку «Запустить рекламу», нам она и нужна. Далее нам необходимо указать личные данные, то есть придумать. Нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться». Нам нужно будет придумать пароль и зарегистрироваться в системе. Вводим тут свои личные данные, имя, фамилию, придумываете логин, придумываете свой пароль, как обычно повторяете пароль, вводите номер телефона, можете нажать на «Подтвердить номер», должен прийти код на указанный вам номер, который вы из SMS вводите в этом поле. Так, как раз вводим сюда. Телефон успешно подтвержден. Здесь, как обычно, по умолчанию стоят галочки на то, что вы согласны создать Яндекс.Кошелек, там принимайте условия пользовательского соглашения. И нажимайте на кнопку «Зарегистрироваться». Вас перебрасывает дальше в это окошечко, где вам нужно добавить адрес вашей электронной почты. На нее вам придет подробное описание способов оплаты, какие-то там советы по настройке рекламы, и, конечно, ссылки на обучающие видео о самом Яндекс.Директе, что тоже как бы полезно. Далее вы выбираете свою страну и валюту. Ну, мы выбираем Россию, так как в Украине Яндекс заблокирован. Нажимаете «Я принимаю условия» и нажимаете «Начать пользоваться». Итак, мы создали с вами наш первый аккаунт в Яндексе, но теперь пришло время собирать наши ключи, ведь без них реклама будет совсем не та. Итак, следующим действием нужно логично собрать ключевые слова. Для этого я использую кей-коллектор. Вы можете собирать их просто в WordState, можете использовать также кей-коллектор, можете подсмотреть ключевые слова конкурентов в SerpState. Также у нас есть своя собственная утилита для быстрого сбора ключевых слов на сайте. Более подробное описание о том, как она работает, инструкция. У нас есть отдельное для этого видео, также выложенное на нашем канале, либо же вы можете его найти непосредственно под самой этой утилитой и посмотреть. Итак, как я сказала, я использую кей-коллектор, создаю новый проект, выбираю место расположения хранения этого проекта, называю, как называется мой проект, сохраняю. Итак, мне нужно добавить фразу, по которой будут искаться подсказки. Допустим, у нас тема билеты на автобус из Москвы в Питер. Я таки пишу билет на автобус. Итак, я перечислила в это окошко все те слова, по которым я хочу найти поисковые подсказки. Нажимаю на кнопку добавить в таблицу. Все слова добавились. Далее, вот здесь внизу у нас есть регионы, и нам нужно задать тот регион, по которому мы будем искать ключи. Выбираем и выбираем нужный нам регион. Нам нужна Россия. И вот здесь кнопочка директ, тоже выбираем Россия. Это для того, чтобы по России, по всем словам, которые мы собрали, мы собрали необходимую нам частоту. Слова мы добавили, и нам нужно нажать на вот эту вот красную кнопочку, которая отвечает за пакетный сбор слов из левой колонки Яндекс.Вордстат. Мы нажимаем, выбираем распределить по группам, выбираем нашу группу, куда мы добавили наш костяк слов, запросов наших, и нажимаем начать сбор. Система начинает собирать все слова и добавлять вам в эту же колонку. Итак, наши ключики все собрались. Их тут немного, потому что такая тематика. Ну, не важно, нам это нужно всего лишь для примера. Вот эти вот все зелененькие с плюсиком, это все те фразы, которые мы сами перечислили. Вот эти все фразочки, которые с красненькой такой меточкой, это все слова, которые нам нашел и потянул, потянула система. И осталось нам ее как бы рассортировать. Как это сделать? Делайте так, как удобно вам. Вы можете сами знать, например, логику, по которой вы хотите распределить на группы. Во-первых, у нас, кстати, есть свой собственный кластеризатор ключевых слов. О нем также есть отдельный ролик. Можете посмотреть, как он работает. Можете распределить на группы при помощи него. Можете это сделать руками. Например, у меня немного слов, и я хочу разделать это все руками. Как я это делаю? Я знаю, что все слова, которые связаны со словом «купить» и «заказать», я хочу делать в отдельную группу. Поэтому вот здесь в поле, где я быстрый фильтр, я пишу «купить». Мне находятся все слова. Я их выделяю и переношу, создавая новую группу. Так и называю «купить». Все, группка готова. Дальше я хочу, чтобы все ключи со словом «заказать» были в другой, отдельной группе. Выбираю их. Переношу также. Так, дальше я хочу онлайн вынести в отдельную группу. Выбираю. Прописываю. Со словом «расписание». Ну, мы видим, все слова мы распределили по группам, которые мы хотели. Вот они с правой стороны. И нам нужно, конечно же, добавить минус-слова. Здесь есть такая стоп-слова. Сюда вы можете сразу добавить те слова, которые вы точно знаете, что на 100% вам не нужны. Например, бесплатно слова, там, фразы со словом «как», «зачем», «почему» и так далее. В общем, перечисляйте все слова. Далее, как определить, есть ли у вас такие слова. Например, у вас много слов собралось. Вы выбираете этот список, стоп-слов «список 1» и отметить фразы в таблице. Если у вас найдутся какие-то фразы с такими словами, если у вас найдутся такие фразы, вот это окошечко станет черненьким, вы нажимаете вот сюда. И вот мы видим, что есть фразочка, помеченная галочкой, где встречается слово «бесплатно», которое мы заминусовали. И это слово вы можете перенести, допустим, в корзину, так как оно вам явно не нужно. Следующим действием нам необходимо собрать частоты для того, чтобы мы понимали, в каких типах соответствия использовать наши ключи. В точном, в широком или в фразовом. Для этого мы выделяем все группы, где расположены все наши слова, по которым мы собрались снимать частоты. И нажимаем на вот эту вот клавишу, кнопочку «Д» фиолетовенькую. Это «Сбор статистики Яндекс.Директ». Нажимаем ее, нажимаем «Получить данные». Здесь вы можете выбрать период сбора, там месяц, 30 дней, за год, ну и так далее. Тут уже смотрите по ситуации и нажимаете «Получить данные». Все, процесс сбора статистики начат. Как только он закончится, вы это также увидите в этом окошке. Здесь будет написано «Завершен корректно». И нам остается пока только ждать. Как мы видим, процесс сбора статистики завершен. Вот здесь будет отображаться у нас базовая частота. И все, что нам потребуется, это взять, выделить все наши группы, нажать на вот эту вот штучку, которая объединяет все группы, то есть мультигруппы. И нам нужно просто скачать этот наш уже готовенький файл. Выбираем расположение, где мы будем искать наш файл. Так, создаем новую папочку. И скачиваем сюда наш файл. Нажимаем кнопку «Сохранить». Открываем наш файл в Excel. Для удобства мы будем использовать фильтры. Для того, чтобы мы понимали, берем базовую частоту, сортируем ее по убыванию. И дальше мы уже просто будем прописывать типы соответствия для наших ключей. Напоминаю, что для очень больших частот в этих ключах мы берем в точное соответствие. Очень с маленькой частотой мы берем в широкое соответствие ключи. В Яндекс.Директе точное соответствие – это кавычки, поэтому мы заключаем фразу в кавычки. А широкое соответствие мы оставляем нетронутым. Единственное, что для предлогов, таких как «в», «на», «с», «ис» и так далее, мы используем перед этими предлогами плюсик. Ну что ж, ключи у нас собраны, и теперь пришло самое время создавать нашу первую с вами компанию. Оставайтесь далее и смотрите, как это легко и быстро сделать. Итак, ключи у нас есть. Мы проставили нужный тип соответствия, и можем переходить смело к созданию компании. Для большинства начинающих пользователей подойдет тип текстово-графические объявления, что мы и выбираем. Такие объявления отображаются на странице результатов поиска Яндекса, а также в рекламных блоках на сайтах партнеров. Итак, мы прописываем все соответствующие поля, указываем название компании, выбираем дату начала и окончания компании, либо же оставляем все как есть. То есть, допустим, мы хотим, чтобы наша компания начала работать с того самого момента, как мы ее сейчас настроим, и мы не знаем, когда мы ее хотим отключить. Нам проще будет ее отключить дальше в ручном режиме. Тогда мы это поле так и оставляем. Выбираем временной таргетинг, то есть выбираем подходящее для вашего проекта время показа объявлений. Если клиенты могут купить, например, продукт автоматически без вашего участия, или операторы отдела продаж работают 24 часа в сутки, то нам подойдет круглосуточный режим показа. Если же сделку можно оформить только в рабочее время, тогда нужно указать соответствующие настройки. Допустим, я хочу, чтобы у меня покупали с 8 утра до 8 вечера. Тогда я нажимаю режим управления ставками, и все, что раньше 8 утра, я проставляю нули. То есть в это время реклама показываться не будет вообще моя. И все, что позже в 8 часов вечера, также я проставляю нули. Реклама, соответственно, также после этого времени показываться не будет. При необходимости мы можем включить режим корректировки ставок. Эта функция позволяет увеличить или уменьшить цену клика в выбранные часы. Например, если в вашей отрасли клиенты активизируются в первой половине дня, имеет смысл увеличить ставки с 9 утра, допустим, до часу дня. Это позволит успешно конкурировать с другими рекламодателями. То есть, допустим, я хочу с 8 утра до 9 утра использовать не 100% назначение ставок, а, допустим, 120%, и вот выбираю тогда с 8 до 9, 120%. А также вы можете поставить галочку на учитывать рабочие и выходные дни. Здесь есть с правой стороны такой знак вопроса, который вы можете нажать и прочитать, что это значит. Также можете нажать на галочку учитывать праздничные дни. То есть, допустим, вы в праздничные дни хотите показывать свою рекламу не с 8 утра до 8 вечера, а там с 10 утра до всего лишь 7 вечера, и с ценой клика там, допустим, 50%. Это все вы можете сделать тут. Или же наоборот, вы вообще в праздничные дни не хотите показывать рекламу, соответственно, нажимаете галочку «Не показывай». И далее вы после того, как выбрали все настройки, нажимаете «Просто сохранить». И переходим к географии, к регионам показа. Здесь вы нажимаете также «Изменить» и выбираете, где вы будете показываться. Например, в России или конкретно в Москве, или конкретно в Питере. Допустим, мы выбираем всю Россию. Нажимаем «Сохранить». Если же вы хотите использовать расширенный географический таргетинг, по умолчанию эта галочка включена. Благодаря расширенному геотаргетингу объявление может увидеть человек, допустим, из Украины, который вводит поисковый запрос «Купить билет Москва-Питер». Но если же вы не хотите, чтобы пользователи из Белоруссии видели вашу рекламу, галочку, соответственно, мы убираем, и реклама будет показываться только жителям России. От чего зависит выбор? Он зависит от особенностей вашего бизнеса. Допустим, если вы владелец гостиницы, то, в принципе, вам неплохо включать расширенный географический таргетинг, так как, конечно, логичнее показывать объявления о бронировании номеров людям из разных городов и стран, которые собрались к вам приехать. А если, например, ваш проект нецелесообразен для него показывать объявления людям из других городов и стран, то, конечно, вам стоит выключать этот расширенный географический таргетинг. Далее мы переходим к блоку «Управление показами». Здесь лучше всего мы переходим в стратегию, и мы выбираем, где мы будем показываться. На поиске, на всех площадках или в КМС. В предыдущем ролике своем про Яндекс.Директ «Как настроить ретаргетинг» я уже говорила более подробно об их отличиях, преимуществах, что лучше оставить, что нет. Так что, если вам интересно, обязательно посмотрите его. Но в данном случае мы настраиваем рекламу, допустим, только на поиске, соответственно, я выбираю себе галочкой «Только на поиске» и задаю средний дневной бюджет, который я хочу и готова, в принципе, тратить. Допустим, пускай это будет 300 рублей в день. Далее мы выбираем режим показа. Стандартный или распределенный? Лучше, конечно, всего использовать распределенный. Таким образом, система будет стараться равномерно распределить ваш бюджет, 300 рублей, который вы задали, в течение того времени, которое вы выставили, когда будет показываться реклама. Ну, то есть в течение всего дня. То есть вы выставили с 8 утра до 8 вечера, и вот система при распределенном бюджете будет стараться как можно максимально распределеннее ставить ставки, ставить ваше объявление с 8 утра до 8 вечера. Ну и нажимаем, собственно, «Сохранить». Внизу вы видите такую галочку «Останавливать объявление при неработающем сайте». Конечно, эту галочку лучше всего ставить, потому как если сайт у вас не работает, а реклама идет, человек кликает, а сайт-то не работает, никаких заказов не будет, и не факт, что вообще потом в дальнейшем этот человек вернется к вам на сайт, а деньги-то вы все равно на рекламу потратите. Итак, вверху мы еще пропустили с вами корректировку ставок. Здесь вы можете также делать корректировку сразу, например, на мобильные устройства. Вот вы хотите не показывать, например, на мобильных устройствах свою рекламу, вы считаете, что она вам не нужна, тогда вы ставку можете уменьшить, например, максимально на 50%. Также здесь есть отдельно вкладка «Пол» и «Возраст». «Видеодополнение», «Целевая аудитория». Ну, конечно же, чтобы эффективно корректировать ставки, вам нужно знать, конечно, очень важно свою целевую аудиторию. Допустим, чтобы эффективно корректировать ставки по полу и возрасту, нужно знать и понимать аудиторию проекта. Например, тушь для ресниц покупают преимущественно женщины, а кремом для бритья интересуются преимущественно мужчины. То есть, если вы продаете тушь для ресниц, то, конечно, имеет смысл уменьшить ставку для показа объявления мужчинам и увеличить для женщин. Ну и, соответственно, наоборот. Вот здесь нажимаете «Новая корректировка», допустим, выбираете пол, видите, «МЖ», возраст их, который вам нужен, там, младше 18, от 18 до 24, ну и так далее. И вот здесь, с правой стороны, вы, соответственно, или увеличиваете, или уменьшаете ставку. И нажимаете после всех этих манипуляций, нажимаете «Сохранить». Если же вы еще точно не уверены, кому конкретно вы хотите больше показывать, кому меньше показывать, и также не уверены с мобильными устройствами, можете пока не делать никакой корректировки ставок. Вам всегда это будет функция доступна и в дальнейшем. И переходите к визитке. Визитку очень важно заполнять, так как это повышает CTR вашего объявления. Здесь вам нужно будет указать всего лишь страну, где вы располагаетесь, город, телефон страны, название вашей компании, контактное лицо, если у вас есть кто-то, какой-то менеджер, допустим, время работы указываете, дни и время, прописываете адрес, имейл, по которому с вами можно связаться. Более подробно, на 200 символов вы можете расписать свою услугу и свой товар. Далее, после заполненной нашей визитки, мы переходим к разделу «Метрика». Здесь мы указываем счетчик метрики, который должен стоять у вас на сайте, прописываем ключевые цели и назначаем ценность конверсии. Предварительно цели нужно настроить в метрике. По умолчанию система использует цель «Вовлеченные сессии», но эту настройку всегда можно изменить. Алгоритмы Яндекс учитывают указанную ценность конверсии при корректировке ставок. Это способствует достижению цели рекламной кампании. То есть, чем выше указанная ценность конверсии, тем важнее соответствующая цель. Оставляете включенную разметку ссылки для метрики. Система автоматически добавит к ссылкам метки, с помощью которых удобно будет анализировать эффективность кампании. Если вы предпочитаете сервисы статистики OpenStat, включите соответствующие метки. Вот здесь есть внизу галочка. Добавьте в текстово-графические объявления диалоги. Эта функция появилась сравнительно недавно. Она находится еще все же в стадии бета-тестирования. Создать чат в сервисе Яндекс.Диалоги можно. А в настройках рекламной кампании достаточно просто указать идентификатор диалога. Эта функция добавляет в объявление кнопку онлайн-консультант, с помощью которой пользователь может мгновенно связаться с вами. Клик по кнопке оплачивается так же, как переход по объявлению. Далее в уведомлениях вы прописываете почту, по которой вам будет присылать сама система какую-то информацию. СМС-уведомление. Здесь будет задан тот номер, который вы указали при регистрации аккаунта. Если же вы хотите изменить номер, тут есть функция «Изменить». Открываем специальные настройки. Не забываем о них. Это очень-очень важно. И здесь мы видим запрещенные площадки и внешние сети. То есть при необходимости вы можете указать сайты, на которых не должны отображаться ваши объявления. Выглядит это так. Вы можете перечислить адрес площадок через запятую, нажать на кнопку «Добавить» и «Сохранить». В разделе «Минус фразы» мы добавляем наши общие минус фразы для компании. То есть напоминаю, что это слова или фразы, при использовании которых пользователям система не отображает объявления. Мы их используем для того, чтобы оптимизировать расходы на контекстную рекламу. Соответственно, я добавляю, например, «Бесплатно». Как? Зачем? Почему? И нажимаю кнопочку «Сохранить». Переходим к полю «Дополнительные релевантные фразы». Здесь вы будете... У вас по умолчанию расход в пределах 40% от общего расхода. Мы нажимаем все-таки галочку «Изменить» и нажимаем «Отключить показы» по дополнительным релевантным фразам. В предыдущем ролике своем про «Яндекс.Директ» я говорила и останавливалась на этом более подробно. Просто вы потратите деньги на фразочки, которые вообще не связаны с вашим типом бизнеса. Я очень настоятельно рекомендую их отключать. Дальше, в принципе, ничего трогать не нужно. Опции можно остальные не менять. И нажимаем «Дальше». Компания у нас настроена, и мы приступаем к работе с объявлениями. Ну а теперь переходим к составлению самих объявлений. Так, на странице создания группы объявлений мы для начала прописываем название группы. Вот здесь я прописала «Группа купить». Далее переходим к блоку «Объявления». Выбираем по умолчанию у нас текстово-графическое объявление, так и оставляем. Если же вы хотите создать объявление для пользователей мобильных устройств, не забывайте галочкой «Отмечать функцию мобильное объявление». Если же вам это не нужно, то галочку мы и не проставляем. Далее добавляем заголовок объявления длиной до 35 символов. Включаем в него ключевое слово, так как мы не забываем, что визуально это обеспечивает нам более кликабельность. То есть пользователь видит в вашем объявлении ключевое слово, которое он ввел, то есть запрос. И, соответственно, визуальный отклик усиливается, и кликабельность вашего объявления усиливается. В 2017 году появилась возможность использовать в объявлениях второй заголовок. То есть я уже говорила в своем предыдущем ролике, что эта функция увеличивает кликабельность объявления на 5-10%. Длина второго заголовка не должна превышать 30 символов. Используйте дополнительный хедлайн, чтобы подчеркнуть выгоду предложения или преимущество продукта. То есть я напишу, например, «Купить от 400 рублей», например. И переходим непосредственно к тексту объявления. Кстати, важное уточнение о нем я уже говорила в своих роликах и напоминаю сейчас, что второй заголовок отображается далеко не всегда. То есть доступность будет определяться позицией вашего объявления в блоке и устройством пользователя. Поэтому не забывайте составлять объявление так, чтобы информация была понятной даже без дополнительного заголовка в случае чего. Ну и добавляем текст объявления, который должен не превышать 81 символ. До 15 знаков припинания не учитываются при подсчете символов, поэтому обязательно помните о пунктуации. Обязательно хочу остановиться на таких рекомендациях. Это как включайте в текст ключевую фразу, используйте призыв к действию, например, «Купить», «Заказать» и так далее. И главное, конечно, так как в символах мы ограничены, то нужно делать текст продающим. То есть в контекстных объявлениях можно очень аккуратно преподнести своей аудитории свой продукт. Конечно, стоит использовать слова такие как «бесплатный», «скидка», «акция», «подарок». На такие слова люди очень хорошо реагируют. Ну и, конечно, прописывайте свои какие-то преимущества. В общем, все, что заставит пользователя все-таки кликнуть именно на ваше объявление. Переходим и вставляем ссылку на наш сайт. Лучше всего вставлять ее сразу с UTM-меткой. Для этого у нас есть также отдельная утилита, на которую есть отдельно также обзор. Можете посмотреть, если вам интересно. Вставляем ссылочку и переходим к нашей виртуальной визитке. Она у нас уже заполнена. Если вы все-таки не заполнили виртуальную визитку при создании компании, у вас есть отличная возможность сделать это сейчас. Переходим к следующему полю. Здесь есть цена в объявлении. Это также появилось относительно недавно в Директе. Можете этим воспользоваться. То есть вы можете вписать свою цену. Если же у вас цена, например, сейчас понизилась, была дороже, вы можете вписать сюда старую цену. Обязательно используйте нужную валюту и префикс, например, «от» либо же «до». В объявление можно добавить до четырех быстрых ссылок. Они должны ввести на релевантные и полезные для пользователя страницы сайта. Уточнение вы там используете свои преимущества, например, прописываете. Бесплатная доставка, гарантия качества. Ну, в общем, ваши, конечно, преимущества. Изображение вы добавляете в том случае, если ваша компания будет показываться на рекламных сайтах Яндекса. То есть это RSEA компании. И, соответственно, видео. Это точно также будет полезно для компаний RSEA. Обратите на них внимание. Если вы настраиваете компанию RSEA, вам потребуется минимум времени. Нужно будет загрузить ролик продолжительностью 10-15 секунд или воспользоваться шаблоном. Также обратите внимание на возможность использовать в качестве лендинга турбо-страницы. Здесь это чуть-чуть выше есть мобильная турбо-страница. Такие страницы мгновенно загружаются. Соответственно, это очень удобно для пользователя. Вам нужно будет просто нажать на кнопочку «Добавить» и выбрать шаблон ускоренной страницы. Там вы с помощью конструктора визуального создадите и опубликуете вашу страницу. Внизу вы прописываете наши ключевые слова. Вверху мы видим такую функцию, как использовать автотаргетинг. Конечно, если вы не собрали ключевых слов, то вы можете доверить роботам Яндекса эту функцию. Для этого нужно нажать всего лишь кнопочку «Включить». В этом случае система будет самостоятельно подбирать ключевые запросы, по которым будут показаны объявления. А что же является ориентиром? Ориентиром является ваш текст, заголовки вашего объявления. Конечно, автотаргетинг вы можете использовать параллельно собственными ключевыми фразами. Естественно, ключевые фразы будут иметь приоритет перед автоматическими ключами, которые найдут робот. Но, честно говоря, я не рекомендую вам использовать автотаргетинг. Не особо сильно доверяйте роботам. Но лучше все-таки используйте свои ключевые фразы. После того, как вы их ввели, с правой стороны вы можете увидеть подсказки. Если из этих подсказок есть слова, которые вы еще, например, не учли, не собрали, и вы видите, что ключи неплохие, можете нажать и добавить их, и сохранить результаты. Далее у нас тут есть минус-фразы на группу, но так как мы уже на этапе создания кампании указали минус-фразы, которые нам подходят для всей кампании, нам нет смысла указывать на конкретную группу минус-фразы. Но вы можете их указать, если хотите только в этой группе использовать какой-то минус-фразы, а в остальных группах вам, наоборот, эта фраза нужна. Тогда это удобно сделать здесь. Также вы можете скорректировать регионы показа, ретаргетинги и подбор аудитории при необходимости, указывать максимальную ставку для новых и измененных условий показа, если это только правда вам очень необходимо. Если нет, то тогда мы нажимаем кнопку «Сохранить». После этого мы переходим на созданную нашу кампанию с одной группой объявлений, задаем ставку для всех ключевых фраз, например, пускай будет 50 рублей, нажимаем «Сохранить». А, ваши ставки сохранены, активация займет до 30 минут. Окей. Все. Вы можете дальше добавлять в группу объявлений, вот здесь проделать все те же самые действия. После того, как вы закончили, вы можете отправить на модерацию кампанию. Но вообще я рекомендую скачать вам «Яндекс.Директ» на компьютер, и он называется «Директ Коммандер», и там будет гораздо более удобнее вам вносить массовые разные изменения в кампанию, что-то менять, что-то добавлять и так далее. После этого ваша кампания создана, и вам осталось всего лишь следить за ней, подождать, пока кампания проработает какое-то время, и вы сможете получить определенную первую статистику, и дальше уже, отталкиваясь от этой статистики, как-то модернизировать вашу кампанию. Итак, кампания наша с вами благополучно создана, и логичный вопрос, как нам в будущем проверить эффективность нашей кампании? Ну и логично, следующий и последний пункт, это как отслеживать эффективность контекстной рекламы в «Яндекс.Директе». Вы сможете их отслеживать, самое главное, при помощи трех групп метрик. Самые важные для нас это показатели эффективности объявлений, CTR, коэффициент конверсии, число показов и кликов, а также показатели качества аккаунта. Мы переходим в наш аккаунт, и если у вас старая версия, то как бы вот здесь, с правой стороны, вы увидите показатели качества аккаунта. Лучше всего, конечно, когда он высвечивает циферку нам 10, 9 это также неплохо, ну и естественно, единичка там это очень плохо. Вот здесь вы также можете внизу найти справочку «Повысить качество аккаунта», при нажатии на которое откроется, что такое качество аккаунта, что вам нужно сделать, можете развернуть все рекомендации, которые вам дает сам «Яндекс». Чтобы нам посмотреть все-таки статистику, нам нужно опуститься в самый низ, выбрать статистику по всем компаниям, «Дальше нам нужно выбрать поисковые запросы», если мы хотим проанализировать наши компании в поиске. Мастер отчетов больше подходит для компании «РСЯ». Далее мы выбираем диапазон даты, в какой период времени мы хотим смотреть статистику. По умолчанию тут будет стоять последние 7 дней. Вы можете нажать сюда и выбрать 30 дней, 90 дней и 180 дней. Также за вчера и за сегодня. Либо же нажать вот здесь на этот календарик и выбрать себе конкретные определенные даты. Нажать «Окей». Дальше мы видим столбцы, срезы и столбцы. Здесь галочки проставлены по умолчаниям. В принципе, все, которые нам нужны. Это компания, группа, условия показа, с помощью какой фразы или ретаргетинга было показано ваше объявление, тип условия показа, тип соответствия, подобранная фраза, которая была показана, сколько было показов, кликов, CTR, сколько вы всего расходовали рублей, какая средняя цена вашего клика, процент в конверсиях, цена цели и сами конверсии. Внизу вы видите колонку «Фильтры» и можете здесь выбрать условия фильтрации. Здесь вы можете выбрать себе, либо же вы хотите посмотреть какие-то определенные компании, или же какие-то определенные группы в одной компании, или же посмотреть какие-то конкретные объявления. То есть здесь все есть на ваш вкус. Ну, проще всего, конечно, выбрать просто компании, по названию компании, какие вам нужны. У вас здесь выдастся целый список компаний, которые у вас есть. Можете вписать также все, что вам хочется, ну, как если вы знаете, как называются ваши компании, вам нужны конкретные. Выбираете их вот таким вот способом. И нажимаете «Показать». Все, в принципе, очень просто. Вот здесь выводится такое поле, которое, кстати, вы можете скачать, экспортнуть в Excel-файле, и вам будет гораздо удобнее смотреть, фильтровать по определенным каким-то фильтрам ваши показатели. Ну, можете просматривать и здесь. То есть здесь вы увидите, какой был поисковый запрос, по какой фразе было показано ваше объявление, в какой группе. Вот здесь вы увидите количество показов, количество кликов на них, CTR, какой у вашей компании, сколько всего вы расходовали рублей и какая средняя цена клика. Если у вас есть метрика, которая связана с Директом, то вы увидите также, и настроены, конечно же, главные цели, вы увидите, какие были конверсии и сколько их было. Также вы можете заходить непосредственно в саму Яндекс.Метрику и смотреть какие-либо отчеты там. То есть вы заходите в саму метрику, нажимаете на вот эту вот шестеренку, выбирая нужный счетчик, и попадаете в метрику. Проходим влево, выбираем отчеты, стандартные отчеты, например. Допустим, первый отчет – это посещаемость. С помощью стандартного отчета «Посещаемость» вы можете оценивать трафик на сайт за стандартные или произвольные периоды времени. Чтобы выбрать пользовательский интервал, вам необходимо будет воспользоваться меню выбора дат. Вот здесь вот он есть, вы можете выбрать там любую дату, которую вы хотите нажать «Применить». Здесь также с левой стороны вы можете выбрать «Сегодня», «Вчера», «Неделя», «Месяц», «Квартал» или «Год». Также вы можете детализировать данные по минутам, часам или дням, неделям и даже месяцам. Вы можете менять порядок отображения детализированных данных, оценивать количественные и качественные поведенческие характеристики трафиков, число визитов, просмотров, посетителей, количество новых посетителей и долю их в общем трафике, показатели отказа в глубину просмотра и время на сайте. Все это возможно в метрике. Вот мы здесь видим красивую диаграмму с нашими визитами, сколько, когда, в какой день было визитов. Вот здесь внизу мы увидим средний интервал дат, посетителей, сколько было, сколько было визитов, людей просмотрели, сколько было новых посетителей, сколько провел пользователь на времени на сайте. Если вам что-то непонятно, возле каждого пунктика есть такой знак вопроса, нажимая на который, вы увидите, что означает тот или иной пункт. Вот, например, я нажимаю на просмотры и здесь пишется число просмотров страниц на сайте за отчетный период времени. То есть, в принципе, здесь в стандартных отчетах также достаточно много информации. Мы можем увидеть аудиторию, например, зайти, выбрать возраст и посмотреть, какой возраст средний наших посетителей на сайт по рекламе. Вы можете, кстати, выбрать здесь очень удобно любой вид диаграммы. Например, мне удобнее в колонках смотреть. И мы видим, что с 17 по 26 сентября, например, нас чаще всего посещали люди от 18 до 24 и от 25 до 34 лет. При этом 35-44 и 45-54 гораздо меньше людей было. И здесь внизу также можете все увидеть. Вы можете также все эти отчеты сохранить или же выгрузить себе там, например, на будущее. Также тут есть у нас еще геопол, например, посмотреть можно. То есть, мы видим, что, например, больше всего нас посещало именно мужчин целых 20 визитов. При этом женщина составляла всего лишь визиты гораздо меньше, всего лишь 2. Здесь очень много очень хороших и полезных отчетов, с которыми вы можете играться, можете создавать свои отчеты. Здесь все очень понятно, главное, и вы можете уже делать какие-то свои выводы и на основе их корректировать свои компании. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик. Также не забывайте подписываться на наши подкасты и на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе самым первым. А еще, если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментарии. Мы рассмотрим каждые из них и ответим на все. Также пишите свои пожелания по поводу тем в следующих видео. И до новых встреч!